Мошенничество, хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Лицо, занимающееся этим, называется мошенник или мошенница. При этом под обманом понимается как сознательное искажение истины, активный обман, так и умолчание об истине, пассивный обман. В обоих случаях обманутая жертва сама передает свое имущество мошеннику. Изначально слово «мошенничество» по соборному уложению означало обманное, ловкое, иногда внезапное, хищение чужого имущества. Первое законодательное определение мошенничества, близкое к современному, было дано в указе Екатерины 2 от 3 апреля 1781 года о разных видах воровства и какие за них наказания чинит, будь кто на торгу. Из кармана что вынет. Или внезапно что отымет. Или обманом или вымыслом продаст. Или весом обвесят. Или мирой обмерят. Или что подобное обманом или вымыслом себе ему не принадлежащее, без воли и согласия того, чье оно. Согласно действующему уголовному законодательству России, мошенничество можно определить как совершенное и с корыстной целью путем обмана или злоупотребления доверием противоправное безвозмездное изъятие и, или, обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества, либо совершенное теми же способами противоправное и безвозмездное приобретение права на чужое имущество. Форма мошеннических обманов очень разнообразна. Обман может совершаться в виде устного или письменного сообщения, либо заключаться в совершении каких-либо действий, фальсификации предмета сделки, применения шулерских приемов при игре в карты или в наперсток, подмена считанной денежной суммой фальсифицированным предметом, куклой, обвес и тому подобное. Очень часто обман действием сочетается со словесным. Злоупотребление доверием может выступать в качестве самостоятельного способа мошенничества. Например, при получении кредита, который должник не намерен возвращать, но чаще сочетается с обманом. Мошенники – своего рода элита преступного мира. Это обычно люди, обладающие высоким интеллектом и определенными познаниями в психологии. Они обладают умением вступать в контакт, располагать к себе. Они также часто являются специалистами в экономике, информационных технологиях и тому подобное. Мошенники часто используют следующие психологические приемы. Предлагают совершить какую-либо сделку на условиях, которые значительно выгоднее обычных. Заставляют жертву совершать какие-либо действия в спешке, мотивируя это различным образом. Выдают себя за очень богатых, влиятельных и преуспевающих людей. Эк à отеих. Ордятых.